Каждую зиму, то есть с разгона, да? Скажите, вот вас не устраивает здесь дорога, да, вы ездите? Конечно, здесь не проехали, здесь постоянно машины все садятся, то есть малейший мороз, даже 20 градусов мороза текет вода. И сейчас вы... Посыпаем солью, чтобы как-то все растаяло по бокам, чтобы проехать. А откуда, предположительно, вода вообще? Предположительно, вот там есть разломанный колодец, оттуда и текет вода, как бы, ну, из-под земли бьет. Ну, соответственно, если это колодец, то вода явно не ключ, это водопроводная вода. Постоянно, вот писали из прокуратуру, блин, все на дне отпищивают. Отпрещиваются все, да, абсолютно. Пустые пакеты в магазин бросают. Пугарок, наверное, этот покупает. Да, 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 пугарки, свечи. Скажут, где он все писал. Да, 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 где везде ходил. Уже документы есть, ну, все эти открытия. Каждый год мучаемся, каждый год ломаем машину. Я уже специалист. Нормально, бля. Вы это делали уже когда-то, посыпали, помогает соль? Каждый год это такая. Ну, вообще, помогает. Да, как бы, ну, помогает, естественно, она сейчас, ну, разъезд этот бугор. Как бы, а потом, ну, есть свой трактор, как бы там, ну, или свой, так скажем, знакомых, как бы приезжали сюда, расковыривали, своими силами все это делает. Угу. То есть, не дорожники, никто, всем это все равно. Да. Обращались вообще к депутату? Сто раз еще с прошлого года. То есть, вы его выбираете, да, зарплату ему платите, а он, то есть, можно сказать, не работает, да? То есть, именно по вашему... Не, ну, я-то не... Ну, вы же выбираете его, значит, вы его нанимаете на работу. Как я правильно занимаюсь? Ну, наверное, потому что я на работу. Да. Алло, полиция, хорошо так. Здравствуйте. Привет. Рисковать будете? Буду, может сделать и потом. Угу. Ага. Ага. От 321. Вин 많이, 19é ev0. lungsbrev6. как долго такая вообще ситуация с этой дорогой но она с каждым годом ухудшается то есть она становится а обращаться сюда начали еще 7 лет назад еще было антоново писали письмо прислали нам отписку что может быть если останутся деньги данная дорога будет отремонтирована то есть улица а результата никакого обращалась мы вместе с женщиной у нас член общества мы вместе с ней обращались также в администрацию нам сказали если деньги останутся то 8 отремонтирует какой осень неизвестно а как вы думаете в чем причина вообще этой проблемы причина в том что вот там есть колодец это опять же мое предположение я не специалист в этой области там постоянно текет вода то есть здесь идет городская магистраль вот где пересечения дорожников и заводской вот на перекрестке там идет магистраль от нее идет отвод воды вот сюда на сму это бывшая теперь там одни арендаторы там концов не найдешь то есть кто там хозяин кто не хозяин там находится колодец я вам сейчас его покажу вот там очевидно стоит задвижка которую раньше открывали закрывали чтобы зимой вот этот кусок не перемерз я так понимаю а сейчас он постоянно открыты то есть там течет водопроводная вода питьевая она чистая вы сейчас увидите сами убедитесь которая идет к нам в город то есть я так понимаю что эту воду от вас или наш город только я вот эту воду такой колодец он там закиданный чтобы его не видно было а скорее всего там задвижка сломалась ее просто никто не перекрывает и все а значит водоканал сколько раз это звонил ездил они говорят что я ничего не понимаю это вообще дренажные воды идут то есть на улице минус 20 идут дренажные воды то есть это даже при минус 20 приз это вам сказали водоканале водоканале то есть можно позвонить дежурному при вас и ответят опять то же самое виктор александрович вы руководители водоканала скажите пожалуйста вот та проблема которая сложилась на улице заводской и люди людям очень тяжело проехать можете как-то прокомментировать вот сам на самом повороте где происходит колодца якобы вытекания воды но это колодец или не водоканала потому что мы у нас там колодца вообще наших нету у нас там и только колодца но и трубы там нету среди этого мы заказали разбираться до конца чтобы посмотреть мы выяснили что это колодец для него канализации и с него должно уходить через под дорогой труба видать тура труба или замерзла или никто никогда не чистил но это не знаю ну прохода нет понятно а можете сказать а как кому относится вообще этот это вам нужно обратиться комитет жкх они разберутся но а вы депутату к своему обращались поэтому ну дело в том что депутату я не обращался потому что наше общество не участвует выборах данного гражданина как депутата в этом выборах участвуют только жители вот вот этого частного сектора которые считают что эту дорогу обслуживать должны мы гаражное общество раз мы ей пользуемся они вроде какие не пользуются вот тут здесь труба она идет и понятно куда нашла то есть и колодец вот это видите что с колодца течет не откуда-то тут не дренажные воды явно видно что вот отсюда это вот ручей весь идет и вот сейчас очень хорошо видно родник для колодца это колодца если тут был бородник я так думаю что вот это местное население бы она все пользовался и тут бы вот так завалено не было вот я так по виду видно что это вот ну сделано творение рус рук человеческих ну вот видите опять машина есть полицейская капитаном полицейская капитаном вы водитель этой машины а сына как получилось что вот то есть из-за вот такой дороги пробили поддон а как часто вообще такая проблема здесь каждый день как видите вот едут и друг друга выталкивают я уже пешком еду я свою не беру ремонт сколько обойдется машине вот такой да если там коробка как вы думаете чья это проблема водоканала или кого-то других фекалиями воняет вот колодец факт колодец есть вот этот факт установлю что он присутствует колодец то есть вот он присутствует вода присутствует вода но подождите вот где вот вода видите вокруг колодца вот видно что там бьет вот смотрите вот вот пойдемте дальше посмотрим вот вот колодец факт правильно мы зафиксировали вот здесь вот здесь где-то вода есть вот вы видите воду вот вы нет но давайте пройдемте давайте я вот пройду здесь посмотрю вот вот я стою уже или вода я не вот здесь вода есть ее нету вообще я думаю мое предположение сейчас надо чистить это место от этого хлама и потом что-то уже говорить не осталось это вот на этом этапе закону завершено чтобы это дальше все как бы ну решилась эта проблема вот но понимаете родник это ладно это вода говорится природная туда-сюда но если эта вода течет с нашего ну с нашей магистральной вот это которая идет в город с водой то это катастрофа согласитесь сколько воды утекает просто так я которую очищают тратят на это положение я я предполагаю я предлагаю не это подождите вот послушайте да я предлагаю чтобы исключить водоканал вода в трубе идет водоканальская хлорированная ее очищают да и че взять забор воды и повозить хлор она покажет что есть хлорка давать его руки нету то это знаешь вода природная какая-то откуда очистим от это место и берем забор воды и берем забор воды мы исключим тогда водоканал или наоборот претензии будут к водоканалу скажите какие меры будут предприняты что вы постараетесь сделать и для начала надо установить все таки причину этой там утечки которые попадают на дорогу определить что это за вода чей-то колодец в данном случае это просто взглядом определить невозможно поэтому нужно взять анализ воды может быть посмотреть схемы старые в конце концов если здесь нет централизованного водопровода колодец имеет место быть ну тут есть другие какие-то скважины имеющиеся но чтобы автомобилисты все-таки не были в такой проблеме это организации получение чтобы она присматривала и не запускала на участок дороги что таких не повторялось случаев то есть будут трактора работать или здесь вот это налить который образуется и служба заказчика тоже будет присматривать за данным участком она в принципе уже в течение двух лет наверное за этим участком и другие проблемы такие же появлялись на этой на этом участке ведущие работы какие-то проводились но данный участок пока еще до конца не обследован понятно но вы все-таки людям поможете и разберетесь в этой проблеме постараемся